Ельцин Центр Своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился журналист, автор программы «Агитация и пропаганда» Константин Семин. Эксперт отмечает, все эти тусовки направлены на людей даже не 30 и 40 лет. Нет, целевая аудитория – молодые люди, не заставшие советского периода, а родившиеся уже в 90-х. И не случайно генеральная поддержка идет именно от фонда Михаила Прохорова и Зимин Фаундейшн. И они не празднуют, они, кажется, отбивают нажитое непосильным трудом. Нам пора уже понять, что ключевые моменты, акценты в развитии общества, страны, они всегда зависят от отношений собственности, от того, кто чем владеет. По-прежнему делим людей на плохих и хороших, на патриотов и либералов. В действительности, водораздел проходит по принципу отношения к собственности. Так вот эти люди, обокравшие страну, рассолавшие по карману государственные имущества в 90-х, никогда не отдадут проглоченный ими кусок назад. И они будут ради того, чтобы его отставить. Любыми способами, строительство Ельцин-центров на каждом квадратном километре, они будут отстаивать свои завоевания. Но при этом Константин Семин уверен, невозможно все время кривляться в экстазе 90-х перед народом. Это сродни пляске перед быком. Народ-то видит, что происходит, видит, к чему все идет. Странно, да? Ввязывается противостояние Запада с марионеточным олигархическим режимом в Киеве. И при этом ничего не делать для того, чтобы изжить внутри себя ту же самую олигархическую киевскую природу. Мы точно так же занимаемся декоммунизацией, десоветизацией. Не издеваемся над памятью о Великой Отечественной войне. Для нас, так же как для украинских националистов, злейший враг, самая любимая мишень – это советский период. Надеюсь, что у нас хватит ума остановиться и каким-то образом воспрепятствовать этому гельцинскому шабашу. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение». Субтитры создавал DimaTorzok